Друзья, добро пожаловать на геймстезе. За битня Джекмана мы продолжаем проходить Legend of Zelda Breath of the Wild. Первым делом мы займемся готовкой блюд, потому что в прошлой серии я сожрал все блюда, которые у меня были. У меня осталось только вот защитный омлет с грибами и два зелья скорости. Так что сейчас мы ищем казан и, собственно, начинаем готовить. Ингредиентов у меня достаточно немало. Я только вот не припомню, чтобы здесь где-то в Хатене я видел казан. Но если здесь в Хатене мы не найдем казан, то я тупо телепортнусь в Какарика, там-то точно есть казан. Можно, конечно, в окрестностях побегать, поискать, но что-то, короче, зачем? Зачем время тратить? Так, тут просто костер горит. Там под деревом тоже просто костер горит. Тут нет, тут вряд ли будет казан. Где-нибудь, наверное, вот здесь будет казан. Тоже просто костер. Блин. Вы чё, жители Хатена? Ничего не готовите, что ли? Как это? Такие потрясающие здесь у вас виды. Неужели вы не делаете никакие там барбекю, шашлыки, машлыки там, не знаю? Плов. Но придется телепортироваться, как Арика, значит. Игошка! Игошенька, ты моя! Бедненькая. Так и здесь стоишь, да? Блин, жалко, что нельзя телепортироваться вместе с конем. Ты мой хороший. Давай хоть покормим, что ли? Мы еще долго не увидимся. На Егоше ехать в Какарика это будет очень долго. Блин, ну почему здесь нельзя телепортировать коня? Может быть такая способность у нас потом как-нибудь откроется, а? Ну пока, мой хороший. Я погнал. Так, Какарика. Почему у Линка нет в дневнике, например, рецепты блюд, которые он находит? Их надо прямо... Так, подожди, не понял. В смысле костер? Так, у этого деда надо для меня задание какое-то есть. Ладно, подожди, подожди, я не понял. В смысле костер? Здесь был казан, я точно помню, здесь был казан. А может не здесь? Ну в Какарика точно есть казан. Просто может быть не именно здесь, но... Ты украл казан? Ты чего по темноте шастаешь? Я вот по ночам бегаю, чтобы держать ноги в форме, потому что крепкие ноги – залог хорошей защиты. Только путем упорных тренировок можно овладеть секретами защиты. А, секретами защиты... Давным-навно в нашей деревне жил умелый воин. Это для него построено святилище над деревней. Говорят, если пройти его испытание, овладеешь секретами защиты. Только никто не знает, в чем состоит это само испытание. Но я все равно регулярно тренируюсь, хочу быть готовым пройти испытание в любой момент. Да как бы, дед, я там был и испытание прошел. Так, казан. Надо искать казан. А, вот! Ну, я почти угадал. Ну, значит, я не совсем тупой. Вот же он. Давай готовить. Что будем готовить? Что у нас есть? Вот грибы у нас есть, яблоки есть, у нас есть мясо. Очень хорошее мясо. Вот это волчье мясо, но почему-то пишут, что это прям очень хорошее мясо. Ну, не знаю, не знаю. Так. Это у нас что? У нас супер-редис. Чудо-редис, выросший до неприличных размеров. Очень богат аналептическими веществами, и поэтому блюда с ним на время дают дополнительные сердца. Дополнительные сердца. А если просто так его схавать, то он восстанавливает прям 4 сердца. Так, это что у нас такое? Во время дождя такие крабы выползают целыми группами. Попробовав их мясо, вы тут же забудете об усталости. Блюда из них мгновенно восстанавливают силы. Так. Повышает скорость. Это охлаждает. Это позволяет легче приносить жару. А вот, смотри-ка, чудо-редис. Редкий вид редиса. Чаще всего растет в солнечных местах. Обычно на равнине. Блюда, в состав которых он входит, на время дают дополнительные сердца. Это вот маленькие чудо-редисы. Пять штук. Давай знаешь, что приготовим? Грибы, например. И... Вот, супер-редис. Должно получиться что-то полезное. Здоровое и полезное грибное блюдо. Грибы заворачиваются в душистый лист и пропариваются на сильном огне. Лечит и дает дополнительные сердца. То есть полностью исцеляет и еще прибавляет шесть сердец. Охренительно. Делаем, значит, еще. Очень неудобное меню. Хорошо. Хоть эту анимацию можно пропускать. Так. И... Эй, подожди, подожди. А, у меня кончился чудо-редис. Ну тогда, тогда, тогда вот так вот сделаем. Тоже полностью исцеляет. И добавляет три сердца. Хорошо. Мне нравится. Эти блюда надо использовать на каких-нибудь боссах. Так, подожди. Где будут? А если из трех ингредиентов что-нибудь приготовить? Блин, не буду рисковать. Вдруг фуфло какое-нибудь получится. Так, ладно. С супер блюдами мы, я как понимаю, закончили, да? О, как много. Теперь молоко. Теперь молоко. Десять штук. Можно пить так, а можно сварить из него суп или, например, рагу. Давай вот молоко возьмем. И знаешь что? И крабика. Где он у меня? Подожди, крабик, крабик, где он? О, а чё бы и нет. Краб в молоке. Бодрящий морской микс. А рыба-то откуда? Почему там рыба нарисована? Ну, три сердца всего лишь восстанавливает. Это мало. Мне надо теперь четыре сердца восстанавливать. Фигня какая-то получилась. Так, из мяса что будем готовить? Мясо с грибами? Или с бананом? Блюда из него на время делают вас сильнее и повышают силу атак. Или мясо пустить просто с солью. Мне нужны простые блюда какие-нибудь, знаешь? Без всяких там эффектов. Но опять, почему без всяких эффектов? Почему бы не с эффектами? Ну, давай вот это такое приготовим. Посмотрим, что получится. Сочные стеки три, всего лишь три сердца. Изысканное блюдо из сочнейшего мяса, обильно натертого солью. Мясо нафиг не упустил. Так, ну-ка, это у нас что дает? Укрепляю тело. Нет, точно не с молоком. А с солью тоже. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, на минуту пятьдесят. Здоровое и очень полезное блюдо из самых разных трав и овощей. Повышают защиту. И всего лишь одно сердце восстанавливает. Блин. Что, яблоки, что ли, печь теперь? Так, желуди вообще ничего не дают. Так, вот это пол сердца восстанавливает. Грибов у меня всего лишь восемь. Этих у меня пятнадцать. Пол сердца. Да что ты будешь делать-то, блин, а? Мне надо какие-нибудь простые блюда. Там, чтобы четыре сердца восстанавливало сразу. И все. Можно, конечно, по четыре яблока, но у меня яблок мало. Ну, давай. Вот так вот. Соберем еще яблоки. Так, два. Эй, ну в смысле есть? Нет, не есть. Взять в руки. И три грибочка. Грибы с фруктами. Ну нормально, че? Блюда у нас теперь полно. Так, там у Дидона какое-то задание для нас было. У него восхитительный знак был. Над головой. Пиканго. А, это ты. Как раз вовремя. Я тут кое-что разведал. И, кажется, теперь знаю, где находится родник большой феи. Да как бы я тоже знаю. Я уже с ней контачил. Или с ним, я не знаю. Это какой-то трансвестит. Но туда сложно добраться. Мне хоть бы на картинке его увидеть. Как я тебя понимаю? Так и знал. Как тебя увидел, сразу понял, что ты умеешь ценить красоту природы. Я знаю, что родник феи, большой феи поблизости, но пока не выяснил, где именно. Хотя есть одно подозрительное место. Я как раз хотел продолжить поиски. Пойдем вместе, а? Было бы здорово. Другого ответа я от тебя и не ожидал. Иди за мной. Родник большой феи. Дед, как бы я сам могу тебя проводить к этому роднику. Давай, не отставай. Показывай мне дорогу. К роднику большой феи. Почему Линк ему не сказал, что он знает, где находится родник большой феи? Ты почему Линк такой прямо молчун? Такой, не знаю. Ну ты что там? Давай, сними этот портфель гребаный. Зачем он тебе? Оставил бы там у костра, никто бы все равно не украл. И нормально бы бегал. Вот он. Ой, ты что такое? Ты что такой? Исчез. Где ты там, дед? Дед, ты где? Куда он делся? Ты что, устал что ли? Пошли, тут чуть-чуть осталось-то. Давай, показывай мне. Все, я больше не могу. Устал, иди без меня. Родник большой феи должен быть засветилищем. Так мне сказали. Ох, в боку колет. Отдохну немного. Если найдешь родник, не забудь запечатлеть его на картинке. Ладно. Сейчас сфоткаю. Что за странное существо было? Убежало куда-то и исчезло. Так. Надо феечку поймать. А чтобы феечку поймать, нам надо переодеться. Вот так вот. Так. И вот так. Две феечки. Три. Тихонечко подходим так. Оп. Четыре. Это очень полезная штука. Феи очень полезны. Эй, а ты че? Куда? Где я? Че я? Почему они не могут за тебя? Ну-ка, давай. Да в смысле улетела? Я же... Коза. Да не цветы собираю, а фея лови, дурак, блин, тупой. Ой, Линк, ты такой тупой. Ты как бы умеешь приоритет это расставлять? Ну, давай сфоткаем. Как-нибудь так, чтобы целиком вошло. А вот с камня. О. Вот, как-то так вот. Слоник, который вот у меня находится за камерой, практически полностью уже покраснел. Че за фигня, понять не могу. Надо будет выяснить. А, Пиканго. Окутанный тайный родник большой феи. Как бы мне хотелось хоть раз его увидеть. Да тут пару шагов пройти, и все ты увидишь, блин. Зачем тебе фоска? Я его нашел. Нашел? Понятно. Что? Правда? А картинка есть? Показывай скорее. А вот смотри. Это и есть родник большой феи? Он, конечно, красивый, но я его себе иначе представлял. Более изящным и загадочным, что ли. Ну, что есть. Спасибо, что показал. Хочу тебя отблагодарить, но у меня ничего нет. Придумал. Может быть, ты тоже ищешь какое-то особенное место? Тогда спроси меня, я, Хайрул, знаю, как свои пять пальцев. Вот, взгляни. Большие ворота, а за ними заснеженная гора. Я знаю это место. Гора Ланейру. Она к востоку от деревни, огромная, покрытая снегом. Ворота находятся у подножья горы Ланейру, в западной части снежной лощины Нейдры. Хорошо, что узнал это место. Надеюсь, это поможет тебе его найти. Да не особо. Я практически ничего не понял. Ну, ладно. Спасибо. Это как бы была фотка воспоминаний. То есть, надо будет в то место прийти, и мы вспомним что-нибудь. Про Зельду. Ты можешь использовать милость мифы. А, этот слоник, короче, это милость мифы. То есть, ее сила. Эй, Карапуста, что ты тут делаешь? Мама прячется, а я ищу. Хочешь поиграть? Нет. Мне некогда, я играю с мамой. Ладно. Мы-то знаем, что мама у нее спряталась навсегда. Так. О. Ты чего это? Сбежала, что ли? Ласли, здрасте. Добро пожаловать в бутик, близняшки, милашки. Мы работаем без выходных. Хорошо. Ну, я здесь был уже? Я здесь всю одежду купил, которую можно было купить. Это все у меня есть. А, погоди-ка, ну-ка. Так, квеста у нее для меня нет. Ну и ладно. Да, откройся ты. Закрываешься все время. Так. А давай знаешь что? Здесь побегаем, со всеми пообщаемся. В прошлый раз, я не помню, со всеми пообщался, не со всеми. В общем, надо будет здесь со всеми пообщаться. Может быть, какие-нибудь интересные задания, квесты найдем. Ну, сейчас все что-то ходят, что-то бегают здесь. Может быть, ночью пообщаться? Пока все спят. Заходить к ним домой. В маске ниндзя. Пугать их, вопросы всякие задавать. Если они вообще будут ночью со мной разговаривать. Давай проверим. Если они будут со мной ночью разговаривать, то я думаю, что это классный вариант. А то так ты хрен кого найдешь, блин. А ночью все будут, ну, дома спать. Так гораздо проще будет всех выцепить. Так. Ну, ты нашел тоже время рисовать, блин, ночью. Ничего ж не видать. Хотя светло. Так, а где второй? Подожди. Сейчас время, что у нас? 9, ну, не так поздно. Надо, наверное, где-нибудь 13 часов, видишь? Потому что вот Пая, например, здесь что-то молится. Линк, это ты? Не пугай меня так, пожалуйста. Что случилось? Ты хочешь что-то спросить? По-моему, я это уже спрашивал. Чем занимаешься? Я молюсь божеству, покровителю путников, ведущему нас по жизни. Линк, твой путь, это и наш путь. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Угу. Так, а где второй-то? Где второй охранник? Дарьян. Зря ты в такое время ходишь. По ночам монстров много. У нас гостиница есть. Можешь переночевать там. Да как бы еще не ночь. Видишь, вон Пая что-то здесь на улице. Вон этот тренируется, этот он что-то рисует. А почему здесь нельзя подождать до ночи? Почему здесь именно ждать до вечера только есть? Стим. Лучше защита нападения. Хочешь научиться владеть мечом? Да, хочу. Интерес к атакам первый признак настоящего героя. Молодчина. Мы, Шика, всегда были отличными бойцами. Мы владеем кучей приемов и передаем эти знания из поколения в поколение. Я не могу научить тебя всему, но кое-что расскажу. Нацеливание это я умею. Удар в прыжке тоже умею. Неожиданная атака. Это типа, когда ты сзади нападаешь. Тоже я знаю. Тебя... Так, вообще-то я хотел пройти испытание в святилище над деревней, чтобы овладеть новыми приемами. Но никто не знает, как в то святилище попасть. Ну, я хотя бы тренируюсь вот так каждый день. В общем, этому чуваку у меня нечему учить. Этот бегун, тот что-то махун. Ну, этот бегает, тот палкой махает. В общем, оба хотят в святилище и не могут попасть. Так, давай начнем вот, например, вот так вот. По всем данным бам ходить. Это магазины вообще-то. Магазины, наверное, ночью не работают. А нет, работают. О, есть задание для меня, да? Добро пожаловать. Рола. Не часто ко мне заходят. Нынешняя молодежь совсем не интересуется стрельбой из лука. Рада, что хоть ты пришел. Выбирай что угодно. Я кое-что продаю. Ну-ка, давай посмотрим, что у нее есть. Порадовал ты меня, парень. Я даже по мужу заскучала. На секундочку. Ты, давай, женщина, так попроще, это самое. По мужу она заскучала. Двадцать. Восемьдесят. Пять штук. А тут за штуку двадцать. Ну, я так понимаю, что связку-то дешевле взять. На двадцать рупий дешевле выйдет. Стрела. Пять стоит. Охренеть. Че так? Что? Двадцать. А, за пять штук. Ну, давай посчитаем. Смотри. Пять штук. Восемьдесят. А здесь двадцать за штуку. То есть, если двадцать на пять, то это сто. А здесь восемьдесят. То есть, на двадцать, да, рупий дешевле взять пять таких. Интересный, конечно, подход. Ну, да ладно. Нас это не интересно. Не, подожди. У нее же было для меня какое-то задание. Она сказала, по мужу скучает. В смысле? Добро пожаловать. Или что? Надо днем сюда прийти? Типа, ночью она не дает задание? Вот что, послушай. Я сразу на тебя внимание обратила. Ты же из лука хорошо стреляешь, да? Хороших лучников сейчас днем с огнем не сыщешь. Покажешь, как ты управляешься с луком? С радостью. Мне нравится твой настрой. Задание простое. Зажги светильники у статуи богини. Статуя богини? Ты что, не знаешь, где у нас статуя богини? Ну, как бы знаю. Она прямо напротив дома госпожи Импы. Там еще пруд небольшой. Не знаю, откуда там взялась статуя, но она очень старая. Так ты сделаешь это? С радостью. Неужели я наконец увижу хорошего лучника в деле? Да я хорош не только в лучных делах, но и в других. Так, ладно, пойдем зажигать. У меня есть. Тогда лук поменяем. Не будем изнашивать этот. Вот. Так, огненные стрелы у меня. Два штука. А, подожди. Зачем тратить огненные стрелы, когда можно... Вот так вот. И... А эти же факелы горели вроде сами по себе. Кто их погасил? Она, наверное, погасила, чтоб я зажег. Но когда? Когда она это успела сделать? Так, у меня стрелы кончаются, ну и ладно. Эти стрелы везде валяются. Так что не страшно. Зато женщину порадуем. Все, да? Так, художник куда-то поднимался. Я все видела. Я все видела. Ты такой молодец. У меня чуть сердце из груди не выскочило. Мой муж тоже хорошо луком владеет. Правда, я от него ушла. Почему? Ах, это чувство в груди. Я словно помолодела. Спасибо, что порадовал. Позволь тебя отблагодарить. О, двадцать рублей заплатила. Эх, если бы только муж не был таким одержимым своими коко и вновь взял в руки лук. А, это тот чувак, ее муж, что ли? Для которого я коко находил. Ладно. Ну-ка, сколько стоит пять стрел? Двадцать. Пять стрел. И я потратил сколько стрел? Четыре. То есть, я заработал всего ничего. То есть, что потратил, то и заработал. Ну, практически. Я потратил четыре, а там можно купить пять за двадцать. Ладно. Хоть так. Так, а куда я побежал-то? Вон тут еще, смотри. Морковка. Здесь у нас овощи продаются. Странно. Время час мочи. А продавцы все еще торгуют. Это что за фигня вообще? Вы что, не спите что ли? Триса. Ты бы поспала? Или вы тут это по очереди работаете круглосуточно? Здравствуй, чем могу помочь? Что посоветуете? Как готовить еду? Я кое-что продаю. Ну-ка, подожди. Как готовить еду? Это просто, бросаешь продукты в казан, и блюдо готово. Если хочешь, воспользуйся нашим казаном, он на улице, недалеко от крыльца. Ты мне лучше каким-то рецептом скажи, бабуль. Интересный. Я ничего не продаю. Заходи в любое время. Яйцо. Прид морковь. Сколько стоит? 16 за штуку. Вы что, издеваетесь, что ли? Масло 12. Как у вас все дорого, блин? Так, тут мы были. Тут мы были. Вот тут вот. А, это гостиница. Ну, дай посмотрим. А, о, наш. Пиканго. Это типа Пикассо, что ли? Только Пиканго. А че он сидя спит? Че, у него денег не хватило на кровать? Ну, бедный художник, че. У тебя есть для меня задание, нет? А что, кто? Посетитель, кажется. Ну, напугал. В общем, обычная кровать. Ну, понятно, короче. Ничего. Пока, пока. Дальше. Дальше. Это у нас одежда. Смотри, тоже не спит. Не спится? Клари. Вся одежда здесь тщательно отобрана и входит в коллекцию Клари. Выбирай, что понравится. Коллекция Клари. Ты что, никогда не слышал о коллекции Клары? Клари? Я лично отбираю одежду для коллекции. Здесь мои любимые вещи. В каждой из них есть что-то особенное. Сам посмотри. Чем еще могу помочь? Спрашивай, не стесняйся. Да. Заходи в любое время. Так. Тут точно ничего больше нового нет? Нет. Теперь. Давай заглянем сюда. Кукочки. А где хозяин? Почему он не дома? Время 3 часа ночи, блин. Почему хозяина дома нет? Пора домой, Олькин. Поздно уже, пора домой. 3 часа ночи, конечно, поздно, блин. Ты бы еще в 7 часов утра шел домой. Дориан. Это мои дочки. Их мать погибла от рук бандитов Ига. С тех пор Коко пытается заменить котле... Коко пытается заменить котле мать. Если б только я мог ее спасти. Ой, те маленькие какие. А ты что, всю ночь сидишь и смотришь, что ли? Ляк тоже где-нибудь там, не знаю. Спи, не бойся. Никто твоих деток не обидит. Здесь вроде мирное место. Спокойное. Все хорошо. Вот, вот как должно выглядеть ночью дома. А, это Олькин, который в 3 часа ночи домой идет. Мелли. Извините. Я вас разбудил? Я не хотел. Да-да, я еще жива, не волнуйся. Ох, я думала, это мой Олькин. Он все время за меня беспокоится. Мол, я по ночам так тихо дышу, что он не слышит. Неужели все мужчины такие паникеры? Так, ладно, Олькина мы будить не будем. Он все равно нам ничего не скажет. Так. Это что, последний дом, что ли? О, задание есть. Ласли. Эх. Все твердят, что по ночам стало опасно гулять. Я раньше любил ловить светлячков. Мне их так не хватает, и по небу усеянному звездами скучаю. Тоска. Ах, если бы светлячки сами прилетели ко мне. Танец светлячков. Нет. Деревня Кокорико славится светлячками. Ночью их свет подобен сиянию звезд. Ласли, милая хозяйка магазина одежды, обожает светлячков. Но бабушка запрещает ей гулять по ночам. Ласли была бы ужасно рада увидеть их у себя в комнате. Может быть, я могу использовать... Ой, использовать, да. Исполнить ее желание. Что, надо светлячков ей наловить, что ли? О, там что-то светится. Так, это у нас улитка техоход. Светлячки. А что нет светлячков? Ну, сейчас уже почти утро. Наверное, надо подождать до ночи. Давай сейчас. Вот тут костер я видел. Что тут такое... Что здесь? Что за... Яблоко. Кто здесь спрятал яблоко? Я украл. Может, это была какая-нибудь головоломка? Типа семечка? А, ладно. Так, факел. Вечер. Во, светлячок появился. Исчез. Козелский светлячок. Появился и исчез. А сколько ей надо ей притащить-то? Одного светлячка. А двоих у меня вообще здесь светлячки, нет? Не, походу нету. Надо идти в лес, значит, искать, да? Давай сходим. Ну, когда я шел... А. Я ведь не ночью шел, да? К большой фее. Я там только этих видел. Фей. А светлячков я там не видел. Сейчас еще раз глянем. Ну, надо же как-то это... Порадовать девочку. Вот она сидит, грустит. Ее бабушка никуда не отпускает. Еще фей наловим. А фей-то и нет. И светлячков нет. Ни светлячков, ни фей. Вообще весело, блин. Эх, грустно. Печалька. Ничего здесь нет. Так будет быстрее. Что-то как-то мало заданий, да, в Кокорико? В прошлый раз, когда мы здесь были, тоже что-то не особо много чего-то поделали. Вот в Хатене мы что-то прямо много чего-то поделали. А здесь прямо вообще ничего. Ну, понятно, деревушка маленькая. Блин, вообще нигде не видать светлячков. О! Светлячки. Как их много. Так, во сколько? Ну-ка, в 10.40. Они появляются в 10 часов, наверное. Тихий светлячок. Небольшой жук, светящийся в темноте. В составе зелия его люминесцентное вещество обостряет восприятие, что позволяет вам тише передвигаться. Так у меня как бы доспехи есть для этого. Сколько ей надо-то? Давай вот все, что здесь летает, поймаем и отдадим ей. Ай! Ну, я не смогу все, что здесь летает, поймать, правда. Вот те, которые летают над водой, я их не поймаю. Как их поймать-то? Вот этого, например, как поймать. Ну, вот того-то я смогу поймать. Но если я его поймаю, он будет очень громко, шумно и все остальные убегут. А, вот все, все, распугал всех, да? Конечно, распугал. Распугал мало. А, все нормально. Все нормально. Да блин. Смотри-ка, не боится? А, куда ты полетел, блин? Так. Вот этого поймаю точно. Есть, поймал. Сколько ей надо-то? Десять, один, два, пять. Сколько? Я сколько поймал-то? Семь. Вот, давай сейчас попробуем десять штук наловить. Хотя десять не получится. Вообще-то получится, вот смотри. Три штуки здесь. Ну, блин, их сложно будет поймать. До этого не допрыгнуть, если только как-то с дерева. Получится сразу двоих, нет? Да. Красавчик, ты прям вообще ловец светлячков, Линк. Вот есть ловец снов, а Линк ловец светлячков. Есть. Десять. Я думаю, что десять будет достаточно. Может, ей вообще одного светлячка будет достаточно. Хрен знает. Что это у тебя в сумке светится? Ты наловил светлячков? Покажи, покажи скорее. Смотри. А, то есть надо тебе показать прям? Вот, смотри. Вот. Мало? Так, где они у меня? Вот, смотри. Вот, ну, вот смотри. Вот, вот, вот. А, аж встало. Их надо было бросить, оказывается. Ах! Сколько светлячков! Спасибо огромное. Пожалуйста, возьми это. От чистого сердца. Ууу, пятьдесят рупий. Спасибо. Вот ты богатая, да, я смотрю? Как они светятся, такие красивые. Ты тоже красивая. Спасибо. Пойдем прогуляемся. Я думаю, что бабуля не будет против, если ты пойдешь с избранным прогуляться. Любоваться светлячками, не выходя из дома, это так здорово. Спасибо тебе большое. Обязательно покажу их Кларе. Да пойдем на улицу, посмотришь на светлячков. Что ты? Хотя нет, хотя нет. Не ходи со мной, нет. У нас пая, у нас пая. Что-то я немножко забылся. Ох. Так. О, смотри, где еще летают светлячки. Вон, огромное множество. Ё-моё. Так, давай остальных тоже отпустим. А зачем они мне? Я и так тихо передвигаюсь. Летайте. Милли. Сливовое дерево. Символ терпения и процветания. Оно терпеливо пережидает зиму и расцветает в первые дни весны. Мы, Шика, живем в гармонии с природой и считаем эти деревья покровителями нашей деревни. Эти сливы посадила импа в день, когда я появилась на свет, поэтому они так много для меня значат. Я каждый день прихожу сюда и присматриваю за ними. Да как бы не день сейчас, а ночь. Так что иди, бабуля, спать. Странные здесь вообще жители. Кто мог это сделать? Поверить не могу. Что? Что сделать? Что случилось? Кадру. Линго, случилось кое-что ужасное. Мы ни разу не покидали свой пост. Но сюда каким-то образом пробрался бандит. Так, повторяется. Ну-ка. Дарьян. Кто-то проник в дом и украл у госпожи Паи очень ценную вещь. Она просто убита горем. Поговори с ней, пожалуйста, успокой ее. Паячка. Паечка, что случилось? Сейчас я тебе помогу. Паечка. Какой ужас. Линго, я ведь только на секунду отвернулась. Что же теперь делать? Что случилось? Древняя сфера. Ее украли. А я ведь наконец разгадала ее тайну. Ну тебе, бедненько, так платит. Избранник древней сферы получит защиту древних. Пая думает, избранник это ты. Днями и ночами я думала над этими словами о древней сфере. И, по-моему, под защитой древних имеется в виду святилище. Такое, как над деревней. Древняя сфера ключ к святилищу. Да я как бы открыл же это святилище и был там. Я уже хотел тебе все рассказать, но она пропала. Я каждый день ухаживала за древней сферой с утра до вечера. Значит, ее украли ночью. Но кто? Чужаков сюда не пускают. Я отказываюсь верить, что это сделал кто-то из местных. Пропавшая сфера. Кто-то проник в это священное место с дурным умыслом. Хорошо, что бабушку не тронули. Но мне все равно не по себе. Так она плачет. Так жалко ее. Линк, Пая боится, что бандиты где-то рядом. Побудь сегодня с ней, если сможешь. Конечно, побуду. И сегодня, и завтра, и просто завтра могу с ней побыть. Линк, спасибо, что провел со мной весь день. Теперь мне уже не так страшно. Хочешь, проведу еще и ночь. Нет смысла сидеть и лить слезы. Я спросила Дориана и Када, но они сказали, что видели только местных жителей. Я постараюсь вспомнить, что происходило в ночь, когда пропала древняя сфера. Может, вор до сих пор прячется где-то здесь? Если ты заметишь ночью что-то подозрительное, лучше не подходи. Давай еще поговорим о чем-нибудь другом, например. Я смотрела за древнюю сферу целый день, значит, вор мог покинуть и проникнуть лишь ночью. Ну, повторяется. Так, древнюю сферу украли недавно, то есть вор еще может быть поблизости. Если заметишь ночью кого-нибудь, подозрительное, не подходи к нему ни в коем случае. Блин. Просто повторяется. Может, здесь о чем-нибудь другом поговорим? Пая сама не своя с тех пор, как пропала древняя сфера. Мне до сих пор не верится, что ее украли. Мы хотели бы, чтобы ты помог, но у тебя есть намного более важное дело. Моя задача подсказать тебе путь к принцессе. Да не, я помогу Пае, ты че? Моя принцесса-то Пая. Принцесса Зельда по сей день одна сражается с Ганоном. Только ты можешь спасти ее и королевство Хайрул. Теперь ступай немедли. Нет, пока не помогу Пае, я не успокоюсь. Она бедненькая плачет, страдает, расстраивается. Но мы же были вот в святилище, вот. Зачем нам этот ключ? Ну, просто как реликвия, да? Кто же мог украсть древнюю сферу? Да, в дом кое-кто заходил, но это были местные. Не примомню никого подозрительного. А кто именно был? Так, кто же тут вчера был? Ласли из бутика, еще бабушка Мелли, которая за сливовым садом ухаживает и все. Больше мы никого не видели. А ты, Кадо, что-нибудь знаешь? Проклятый вор! Мы ведь с Дорианом всегда на чеку. Как он прошмыгнул! В дом могли войти только местные. Только местные? Да, местные. Жители могут входить когда угодно. По-моему, последними были Ласли и бабушка Мелли. Раньше они заглядывали сюда днем, но в последнее время чаще ночью. Наверное, они приходят так поздно, потому что днем им просто некогда. Блин, ночью должны все дома сидеть. Дед ушел. В смысле, дед ушел. А так это же это, бабуля, которая приглядывает за сливовым деревом. Дед ушел. Так, надо подождать до ночи и посмотреть, куда ходит вот эта вот бабуля и вот эта вот Ласли. вот-вот, вот-вот. Вот-вот. Никто не знает. Это же Ласли, да? Никто не знает. Так, что-то она какая-то позрительная. Ну-ка, подожди. Давай-ка мы посмотрим. Опа, очки. Никто и не заметит. Да как бы я уже заметил. Она что ли украла? Она что ли украла? Ну, может быть, металл очень легкий. Тихо-тихо, я сейчас ее потеряю из виду. Куда она делась? Опа. Тихо. Ласли? А-а-а. Ну что же, придется рассказать. Об этом даже Клари не знает. Здесь покоится тот, кого я очень любила. Это было давно, но я еще прихожу навестить его. Где древняя сфера? Древняя сфера? Та штука в доме госпожи Имбы? Где она? Мне-то откуда знать? Погоди-ка. Так ты за мной следишь, потому что подозреваешь в краже? Угу. Ты ужасный человек. И все? Так, да не-не-не-не, она не может украсть эту сферу. Блин, она, что она слабенькая для этой сферы? Как она, считай, надо же поднять ее, незаметно вытащить? Быстро при чем? Угу. На нее это не похоже. Потом эта старушка тоже. Она же тоже как бы слабенькая, старенькая. Как она могла украсть? Что-то какие-то у нас подозреваемые вообще не подходят. Она тусуется около сливовых деревьев, но ее почему-то здесь нет. Хотя она и ночью здесь стояла. А где она? Эй! Так, это не она? Что она делает? Что-то ест. А ты дома не можешь, что ли, кушать? Почему на улице стоишь где-то в углу, прячешься, ешь? Ой! Грязную морковь ест, блин. Мелли. Вот я и попалась. Я очень люблю морковь, а вот мой муж ее терпеть не может, поэтому я тайком ем ее по ночам. Ну, хоть бы помыла, что ли, эту морковь. Только не говори ему, пожалуйста. Где древняя сфера? Ты про ту штуку в доме имбы? Где она? Да ты что, чуть морковкой из-за тебя не подавилась. Да, импа мне как мать, она ведь мне сливовый сад подарила, я бы никогда с ней так не поступила. Ну и молодежь пошла. Я все же попалась. Ах, эта сочная сладкая оранжевая морковь, она такая вкусная. И чего эти двое не помирятся? Тогда я могла бы спокойно есть морковь, когда захочу. Вы украли сферу. Опять за свою чуть морковкой из-за тебя не подавилась. Мне импа как мать, она мне сливовый сад подарила. Я бы никогда с ней так не поступила. Понятно, короче. Ничего мы не добьемся. Может быть второй раз спросить у Ласли? Может быть, когда мы второй раз ее спросим, она что-нибудь еще скажет? Ну-ка, сейчас может быть, что-нибудь новенькое скажут эти чуваки. Проклятый вор, мы ведь с Дарьяном всегда на чеку, как он прошмыгнул. В дом могли войти только местные. До свидания. Мы с Дарьяном удвоим бдительность. Будем дежурить круглосуточно. Линка у нас в деревне безопасна, но по ночам все равно будь осторожен. Так, ну-ка, ну-ка, с кем еще можно пообщаться насчет кражи? Лучшая защита нападения. Отстань. Что он хотел вообще-то пройти испытание? Ну-ка. Или я это уже читал? Вообще-то я хотел пройти испытание в святилище на деревне, чтобы овладеть новыми приемами. А, ну да, он повторяется. Это мы уже слышали. Так. А где... Они что, по очереди, что ли, ночью охраняют, да? Дарьян, Дарьян, он живет здесь. Сидит опять своих. Дочек пасет. Нет. Ставил их. А где он? Он либо должен быть на дежурстве, либо у себя дома. Просто с ним тоже хочу поговорить. Ну, после того, как пообщался с этой вот старушкой и с той девушкой, я думаю, что надо бы вот с этими пообщаться, сказать, что, типа, все нормально. Давай подождем до дня. Днем-то они по-любому, там двое будут стоять. Вот, ну-ка. Ну-ка, подожди. Непонятно. Ну как, все еще ищешь место с картинки? Тебе помочь? Да нет. Я ищу кое-что другое. Я продолжу путешествовать. Возможно, мы еще когда-нибудь встретимся. Мы с тобой умеем ценить красоту природы. И если будет нужна помощь, всегда рад тебе помочь. Ага. Блин. Ночная прогулка. А? Это что еще за намеки? И вообще, я уже взрослый и по ночам делаю что хочу. Ну да. Люблю играть. Сестренка готовит кушать, а я ничего не делаю. Хочешь поиграть? Ура! А во что? Во что? Ээээ, в салки. Ура! Чур я убегаю. Но вечером я пойду домой. Сестренка приготовит ужин. А вот ты попался. Люблю играть. Я попалась. Обожаю салочки. У меня есть настоящее сокровище. Вот, возьми. Возьми вот эту блестяшку. Ох, нихрена себе. Спасибо. Выгодная игра была. Я как бы не надеялся, ни на чем. Просто хотел порадовать ребенка. Так, у меня яблок же очень мало. Эээ, не то что очень мало, у меня их нет. Надо бы яблоки пособирать. Да, ё-моё. Линк так неохотно на деревья забирается. Окей. Что тебе от меня надо? Ночная прогулка. И что? Я же говорила, никто не должен знать про морковь. Да никто и не узнает. Слушай, а давай-ка вот этого вот, ээээ, любителя коко расспросим. Может быть он что-то видел, знает. Только вот где его искать? Тыкву хочешь, Олькин? Понравилась латная тыква? Латные тыквы укрепляют тело. Моя старушка каждый день их готовит. Готовит. Ага, из латных тыкв получаются блюда, которые повышают твою защиту. Чем больше в блюде тыкв, тем лучше. Оно действует. Обязательно попробуй. А можно я тебя тыкву заберу? Одна латная тыква, 20 рупий берешь. До свидания. Ну она же такая вкусная. Но не настолько, чтоб я отдал за это деньги. Блин. Эти петухи постоянно убегают. Ничего нет, да? Давай еще ночью побегаем что ли. Может быть, чем-то заметим. Ну и что, как-то прикольнее. Вот куда бобля пошла. Бобля, куда идешь? Дед ушел. Просто идем за ней. Спокойнее. Так она сейчас по-любому пойдет морковку хавать ночью. Опять там вон в угол забьется и будет жрать морковку. Еще немного. И мы ее опять поймаем. Уф. Что, она уфкает? Пукнула что ли? И звоняла. Она такая уф-уф. Уф. Ну да, она пукает и так. Старая же что. Ну да, сейчас достанет морковку и будет хавать. Опа. Я все же попалась. Ах, это сочная сладкая оранжевая морковь. Такая вкусная. Бла-бла-бла-бла. Мы бы украли сверу. Ладно, ладно, ладно. Блин, даже не знаю. Никто не заметит. Она опять пошла туда. Так, этот пошел куда? А. Дрыхнуть. Так, а это кто у нас? А, этот Дориан. Пошел к своим деткам. Блин. Че можно сделать-то, я не понимаю. С кем еще? Где этого ворота искать? Уф? Что за уф? А, уф это это. Делает, как ее. Так, короче. Тоже уфкает, тоже пукает, видимо. Я не знаю, что делать. Так, а куда он идет-то, я не понял. Почему он домой-то не идет? А че он побежал? Надо что-то делать. В смысле? Дориан, ты чего? Ты че только подозрительный, Дориан? А? Ты чего такой подозрительный? Ты че? Ты украл сферу? А там кто? Не, погоди. А там кто? Блин. А, подожди. Блин. А там кто? Да, подожди. Ладно, давай за Дорианом пойдем. Хорошо, что на мне костюм ниндзи. Никого нет. Нет, 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 никого нет. Никого нет. Это стопудово он... ...украл сферу. Но зачем? Охренеть. Что это было? Ничего, ничего. Тебе просто показалось. Смотри, там че. Там светилище. Вон, видишь, кусочек светилища торчит. Это он угнал сферу. Твою мать. Эй, ты выходи. В смысле? В смысле, эй, ты выходи? Это он мне? Это он мне, что ли, сказал? Он меня заметил или что? Я не понял. Или он знал, что я за ним иду? Ну вот я вышел, вот он я. Я знаю, что ты там. Выходи немедленно. Давай поговорим. Че ты сразу меч-то достал, Дарья? А? Чего? Можешь не орать. Тут я. Так это ты украл древнюю сферу? Не понял. Ха-ха. Эм, ну тебя перекосило. Я знал, что вся деревня на уши встанет из-за этой безделушки. Говори, зачем украл? Он еще спрашивает. Дарьян, ты ведь сам решил покинуть организацию. Ты знаешь, что за это бывает. Ах ты. Но в итоге, ты мне здорово помог. С тобой я еще разберусь. Но сначала... Опа. Уничтожу того, кто прячется за тобой. Тюха. 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 Опа. Хорошо. Так. Получай, тварь. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный меч у тебя, чувак. Дай мне его. А че он у меня фризит, играя не понял? Опачки. Ага, спасибо. Спасибо, мифа. Нихера че он исполняет. Ну-ка давай. Ииии, давай. Ииии, оп. Да почему у меня игра-то фризит, я не понимаю. После каждого его удара. Так, блюдо надо сожрать какое-нибудь. Мощное, мощное блюдо. Вот такое вот. Да почему игра фризит, я не понимаю. Что вдруг зафризило-то? Тихо ты. Ну че, волну пускает, блин. На. Хе-хе, не можешь? Вот и все, говна кусок. Не верится, что за мной следили. Полагаю, ты уже понял, что все произошло по моей вине. Не буду лгать. Я действительно член клана Иго. Но когда я встретил свою любовь и стал отцом, я попытался порвать с прошлым. И поэтому они убили мою жену. Я хотел любой ценой защитить дочерей, поэтому стал доносчиком. Я рассказал бандитам все об этой деревне и о тебе. Потом я все-таки набрался мужества и решил окончательно с ними порвать. Решил, что смогу защитить дочек. Но я и подумать не мог, что мерзавцы доберутся до паи и госпожи импы. Оказывается, древняя сфера ключ от древнего святилища. Ты, наверное, и так это знаешь. Но пока никому не удалось его открыть. Может, у тебя получится? Пай и остальные все хотят тебе помочь. Попробуй положить древнюю сферу на пьедестал. Дай, подожди. А, я думал, что святилище это вот этот пьедестал и есть. То есть он просто, кажется, это просто активатор. Ну ладно. Ого, святилище. Значит, древняя сфера была ключом к этому святилищу. Линк. Знаю, я не должен об этом просить, но, пожалуйста, не рассказывай никому о случившемся. Не хочу, чтобы Коко и Котла узнали, кем я был. Конечно, я никогда не смогу искупить свою вину. Но отныне буду любой ценой защищать деревню и свою семью. Да, конечно, не расскажу, дружочек. Я все понимаю, тем более, если я расскажу, то люди начнут шептаться, косо смотреть. А это очень плохо скажется на психике его детей, как бы. Им придется тогда переехать куда-нибудь. А че, пусть приедут в Хатена. В Хатена гораздо лучше, чем в Кокорико. Там как-то ярче, шире, там инфраструктура лучше. Я бы их сопроводил, например. О, подожди, какой ты, подожди, подожди. Тут же меч выпал у этого чувака. Крутой меч был. Где он? Исчез, что ли? Вот блин. Печалька. Или Дориан забрал? Так, это святилище тоже без испытаний. Ну, здесь испытанием был этот. Член клана игр. Клинок двуединства. Этот 50? Сила атаки нихрена себе. Этот необычный, обоюдоострый меч изготовлен по технологиям Шика для хайлийских рыцарей, не привыкших к однолезвенному оружию. В сумке нет места? В смысле нет места? Конечно, есть. Вы че, как это нет места? Мы... Выбросим факел. Слушай, смотри. А дерево-то не тонет. То есть, если металлическое что-нибудь бросить, например. Не, подожди. Так, испортить. Что-нибудь такое, знаешь, выбросить. Вот топор, например. Смотри, выброшу. И топор утонул. Я вообще не понимаю, почему игра фризит. Но, может быть, на монтаже я эти фризы, конечно, уберу. Если мне будет не лень. Что-то, видимо, с загрузкой шейдеров, что ли. Так. Давай мне сферу, и я пошел. И вообще, как бы уже надо серию-то заканчивать. Блин, а я не знал, что в этой серии буду делать. На чудище я не хотел идти. Я не хотел с ними сражаться. Я думал, ну, побегаю там, что-нибудь поищу. А в итоге, смотри, вон, какое приключение получилось. Целое расследование провели. Ну, вот так вот. Вот этим-то и потрясающе, Зельда. Что ты никогда не знаешь, что вообще тебя ждет. И чем ты будешь заниматься. И чем бы ты ни занимался, это все равно будет очень интересно. Как и в прошлой серии тоже. Я вообще, как бы, бесцельно просто что-то так ходил. Там, побочки выполнял. И что-то все такое прикольное стало вообще. Зельда как бы постепенно-постепенно раскрывается. Это уже какая у нас получается? Серия 17-ая. И только вот к 17-й серии игра реально начала раскрываться. Это просто офигенно на самом деле. Ну, вот сейчас Ведьмак 3-й тоже прохожу. И там тоже игра сейчас как-то очень так интересно раскрылась вообще. Сейчас мы там в Новеграде ходим. В общем, если вы не смотрите... Ну, если вы только смотрите Зельду, то посмотрите Ведьмака. Там тоже очень интересно. Так, ладно, друзья. Давайте на этом мы эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут в развитии канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.